Всех приветствую! 1936 сборка. Новый игровой системный блок, довольно-таки дорогой. В корпусе Формула 7.6.12. Полностью стеклянный корпус. Спереди закалённое стекло и по обеим бокам. От вентилятора в расстоянии примерно полтора сантиметра у стекляшки. То есть можно сказать, что он полностью для воздуха прозрачный. Системник у нас построен на базе процессора. AMD Ryzen 7 3800X. 8 ядер, 16 потоков, поколение Zen 2. Самый мощный Ryzen 7 в третьем поколении. Дальше идут только Ryzen 9. Имеет высокую базовую частоту. От 3,9 ГГц до 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost. Довольно-таки горячий процессор в пиковых нагрузках. Поэтому здесь стоит система водяного охлаждения Deepcool. Gamax L240T. Двойной водоблок на два 120-мм кулера. Исполнение у нас здесь красное. Чтобы бесшумно работал, можно ещё было поставить огромную башню на шести трубках. В этот корпус она тоже бы полезла. Минимальная такая башня. Это Deepcool Redhat. Довольно-таки массивная вещь. Не прям вот у нас суперски смотрится. А здесь она так лаконично, красиво. Ну и водянка стоит 4200. Самый дешёвый кулер на шести трубках 3250. То есть экономия прям вот небольшая. Материнская плата у нас на B450 чипсете. Чипсет позволяет нам разгонять как память, так и процессор. Здесь довольно-таки хорошая система питания. BIOS уже поддерживает 5-е поколение процессоров AMD Ryzen. Здесь два радиатора на ключах. 8-пинная колодка до питания. Есть сверху разъём Ultra M.2 под SSD накопители с интерфейсом NVMe по шине PCI-Express. И ниже у нас стоит разъём M.2 под интерфейс SATA. В нём у нас стоит SSD накопитель фирмы Samsung 860 EVO на 250 гигабайт. Уплата 4 слота под оперативку. Память у нас стоит 2 по 8 двухканальном режиме. Фирма ADATA XPGD41 с частотой 3200 МГц в профиле. Здесь два профиля на 3 и на 3200. Память работает с повышенным напряжением. Имеет металлический радиатор. Красивая RGB подсветка. Хорошие тайминги, потому что изначально память 2666 имеет 16-е тайминги. Ну и производитель заложил, что может спокойно работать на частоте 3200, используя профиль. Классно так получилось. Прям симпатичная видеокарта у нас GeForce RTX 2070 Super на 8 гигабайт. GDDR6 имеет 3 кулера. Это Palit версия Gaming Pro. Имеется 8-ми шестипиновая колодка до питания. Очень массивная система охлаждения. Карта не шумная. Ну и кулеры сейчас у Palit гораздо лучше, чем были вот 3 года назад. На своих 1080 версии Dual. Довольно-таки крупненькие кулеры, толстенькие. Ну а в играх так тем более будет все хорошо. Блок питания на 650 Ватт фермы Thermal TX серия Light Power с двухлетней гарантией. Для этой системы мощнее в принципе и не нужно. Ну и корпус у нас Formula V-Line 7612 модернизированный. Мы его немножко переделали сами. Поставили спереди 3 вентилятора 120 мм с RGB подсветкой. Подсветка может регулироваться как посредством контроллера в материнской плате. С помощью программного обеспечения родного отосрока. Так и с помощью контроллера, который мы сюда тоже добавили. Контроллер подсветки RGB. Корпуса довольно-таки широкие. Но сзади, чтобы стекляшка ровненько и аккуратненько восстановилась, приходится кабель укладывать очень аккуратно. Потому что если стекляшка будет в натяг кабелями выпираться, то есть шанс, что отклеится от направляющих. Они приклеены с двусторонним скотчем. Корпус рассчитан под установку 140 мм кулеров. Поэтому он такой широкий. Есть разъемы из B3.0 и B2.0. Есть отдельная кнопка, которая регулирует нам подсветку. Ну и спокойно здесь помещается водянка. Есть соответствующий отступ вверх и вбок. Ну и даже такая высокая память у нас здесь тоже поместилась. Кстати, не каждая память в этой B-системе у нас стала. У этой ADAT есть такие вот скосы. Прям как будто так и было придумано. Ставить здесь еще жесткий диск на терабайт. Вдоблю. Ну и по цене он у нас получился 96 950 рублей.